Здравствуйте, уважаемые зрители и гости моего канала! Получила посылку сайта iHerb очередную. Четвертая посылка в этом месяце, за октябрь. В этой посылке у меня в основном косметика будет. Посылка дошла где-то на пятый день, по-моему, она мне дошла и получила курьером. Это курьерская доставка службы боксбери или новая пошта. Доставляет новая пошта в Украину, в Россию. Боксбери тоже служба от 40 долларов. Идет сейчас бесплатная доставка. Есть скидка до конца месяца 10% под видео. Промокод смотрите, я оставляю. И каждый вторник сейчас iHerb дает VIP-промокод на какой-то бренд, на какой-то свой бренд 20-30 долларов. Неделю назад был на 30 долларов промокод на одну из марок iHerb дочерних. Проверяйте свою почту, потому что это приходит лично этот промокод, если он пришел вам на почту, и тогда он у вас работает в корзине. И следите за новостями под моими видео в группе ВКонтакте, в Фейсбуке. Я опубликую новые скидки, акции и промокоды. Вы можете быть в курсе. И под каждым новым видео можете просто открывать мое самое новое видео. Я все новости публикую верхним закрепленным постом. Еще не забывайте использовать помимо промокодов мой реферальный купон на скидку 10% при первом заказе и 10% на дочерние марки и на акционные скидки на сайте iHerb код SJS024. Вы можете перейти просто по ссылке любой реферальной под моим видео и код окажется у вас в корзине. Вы его не увидите, но он должен прописаться и дать вам скидку, если есть такие действующие акции на тот момент. И скидка для новых покупателей 10% тоже по моему коду SJS024. Спасибо, что используете мой код. Сейчас расскажу, что у меня было здесь в этой посылочке. Здесь в основном у меня все из косметики. Большая часть не моя. Меня попросили заказать улиточный крем с фильтратом улитки 92 процента. Немножко он гелевый. У меня такой крем был. Я его использовала. Мне нравились в принципе вот эти крема все. Но я сейчас перестала их использовать, потому что мне жалко улиток. Я узнала, что их там как-то в барабане крутят, чтобы сделать вот этот муцин. Может его и гуманно добывают. Но пока есть такая информация, что добывают вот таким образом. Поэтому как-то я не хочу использовать животных. Сильно мучить ради меня, чтобы мучили. Конечно, они будут продолжать мучить. Кремы вот эти улиточные очень легкие такие. У него такая гелеобразная немножко структура будет. Нет вот этой жирности. Хорошо впитывается. Считается, что надбеливает и регенерирует, заживляет кожу. Мне они очень, я говорю, еще нравились, потому что они легкие. Я всегда ищу такие гелевые консистенции, потому что не люблю жирные какие-то. Составы такие тяжелые. Так что только хорошие впечатления. Сделано в Корее. Ну, сами знаете, тут много рассказывать не надо. На него там несколько тысяч, наверное, отзывов очень много. Поэтому этот крем, кремайте от Мизон, очень любят и косметику от Мизон. Отзывы сами говорят за себя. Ну, кто-то, кто-то обожает, кто-то ими восхищается, кто-то говорит, что они слабенькие по составу. Вот. Ну, улиточные крема сейчас популярные, потому что улиточный вот этот муцин, это такая слизь, которую выделяют улитки, когда их пугают, по-моему, даже там надо их испугать еще, в общем, чтобы добыть этот муцин. Там целое дело, в общем, связанное с этим процессом. Из корейской косметики здесь еще у меня вот два таких средства. Рисовая мицеллярная вода. Просто для очищения кожи она идет, для увлажнения. Еще она как отбеливает, по-моему, даже и убирает пигментацию. Считается, что рисовые вот эти все составы. От The Face Shop марки корейской. И не использовала я такую водичку, но я думаю, что для увлажнения, очищения кожи можно даже и брызгать просто ее на кожу. Ну, в общем, используют такое. Вот такая прозрачная бутылка. Очень большой объем. Здесь 500 миллилитров, поэтому, да, очень большой. Вот. А это тоже от The Face Shop. Вот в таком большом объеме, да, вот в таком огромном. Умывалка 300 миллилитров. Вот у меня шампуни дальше идут. Тут даже в шампунях меньше. Представьте, насколько его хватит этой умывалки, если она тем более подойдет и понравится. Ну, по отзывам, что она очень хорошо очищает косметику. Она не предусматривает очищение косметики с глаз, но тоже очень хорошо ее очищает, не раздряжает глаза и до чисток можно умыться. Ну, 300 миллилитров я вообще таких умывалок не видела. Очень большой объем. Даже сама удивилась, что такая большая бутылка для геля для умывания. Он получается, чем больше вы протираете лицо, трете, то больше он пенится, как мусс такой будет, я так поняла. В составе тоже здесь рисовая вода, поэтому у него очищающее такое действие, отбеливающее. Должен, в принципе, убирать пигментацию. Рисовая вода, она получается после промывания риса, содержит большое количество витамина В. Такие имеют осветляющие свойства и хорошо пенится, как пенка такая. Такой крем, тоже Корея. Корейский крем, очень такой тоже популярный он на сайте. Он в таком тюбике небольшом, но этот крем имеет по отзывам очень плотную консистенцию такую, которая очень хорошо впитывается. Поэтому у него отличное увлажнение. В составе содержится мадеканол. Поэтому вот этот мадеканол, здесь 50% мадеканола содержится, который восстанавливает поврежденную кожу, омолаживает, очень хорошо увлажняет, убирает шелушение всевозможное. Еще здесь содержится центанело азиатское, тоже очень такой ингредиент, который в дорогих, может, кремах японских даже он находиться. И еще здесь в составе есть пантенол. Поэтому вот этот крем, полюбившийся такой крем, крем с таким составом, он очень хорошо действует. Любят его, конечно, использовать в основном те, у кого сухая кожа, но увидела отзывы, что у кого жирная, тоже его хвалят. Поэтому такие противоречивые отзывы надо самому попробовать. Ну вот на зиму, я думаю, что это очень хороший крем, такой как барьер делать окружающей среде агрессивно, если там какой-то мороз, еще что-то, я думаю, что этот крем будет защищать хорошо. Здесь на первом месте, ну, такой довольно, в принципе, для корейского очень хороший состав, потому что на первом месте натуральный ингредиент, центелла азиатская, экстракт, глицерин, вода, диметикон, пантенол, ну и тому подобные составляющие. В конце есть даже судиом гиалорат, то есть увлажнение. Рекомендации после умывания наносить на лицо. Ну, для меня такая новость, я такой крем не видела, вот у меня попросили его заказать, поэтому ничего не могу о нем рассказать, ну, в принципе, он меня даже заинтересовал, может быть, как-то себе закажу тоже такой вот интересный. И здесь еще у меня уже не корейцы, Авалон Органикс, вот такой гель для душа и ванны с мятой. У Авалон Органикс у них очень хорошие натуральные составы, я вот брала шампунь, мне шампунь как-то не понравился, не подошел. Гель для душа, я думаю, он будет, наверное, слабо пениться, потому что это натуральная марка, у них не сильно такие пенящиеся средства. Я думаю, что с мятой это очень даже приятно использовать. Они содержат ГМО, парабенов, сульфатов, синтетических красителей, ароматизаторов, фталатов и не тестируются на животных. Так что вот такой гель для душа, сертифицированный, ну и известная такая марка. И самое главное, что он без сульфатов, потому что СЛС, такие очень агрессивные, скажем так, средства для нашего организма, там продукты нефтепреработки, считается, что это очень плохо. Надеюсь, вы это уже знаете. Нечего об этом сильно долго говорить, потому что уже всем это известно. И еще здесь вот три таких средства от Desert Essence. Вот такая марка Attitude. Мы ее знаем по средствам бытовой химии натуральной. У них там есть гели для посуды, по-моему, что-то там для стирки, для чистки. Вот. Ну, сейчас они стали еще и косметику какую-то добавилась, по крайней мере, на сайте. Может, у них и была. Это вот такой большой 473 мл натуральный шампунь от Attitude марки. Масло грейпфрутовых косточек. Гипоаллергенная, дерматологически тестированная. Тоже я такой шампунь не использовала. Состав здесь натуральный, я надеюсь. Из сульфатов здесь Sodium Cocosulfate, кокосовый сульфат. Тоже эта марка не проводит испытания на животных. Объем здесь очень большой, я думаю, надолго хватит этого шампуня. Натуральный шампунь с маслом грейпфрутовой косточки и оливковых листьев. Судя по отзывам, он хорошо подходит для жирной. Кожа головы хорошо пенится, и волосы очень мягкие, не как солома. Еще здесь такая популярная марка от Tessertessence. Tessertessence это тоже такая натуральная марка, всеми любимая, все ее любят. Все уже попробовали эти средства. Здесь очень у них много видов шампуня и кондиционеров. В принципе, они действительно очень хорошие, натуральные, с хорошим составом, с хорошим действием. Если вы всю жизнь пользовались из обычных магазинов масс-маркетом, такой вредной косметикой, содержащей вредные вещества, парабены, СЛС, то Tessertessence это марка, с которой вам желательно начать, потому что у нее очень такие приятные ароматы. Несмотря на натуральный состав, у нее все равно такие ароматы, приближенные к любимым таким ароматам из магазина, скажем так. Но все равно они натуральные при этом. 100% веганский состав для веганов подходит. Растительные натуральные ингредиенты, используют они ветряки на своем производстве, то есть такая экологичная марка. Не испытывают продукты с над животных, не содержат парабенов, СЛС, содиум, лаурил и лаурет сульфатов, фталаты, ароматизаторы и красители синтетические они не используют. Нету силиконов, это минеральных масел и парафина и нефтепереработки продуктов. Это кондиционер с малинкой. Этот кондиционер позиционируется как для очень гладких, блестящих волос. Это надо все пробовать на любителя. Десерт Эссенс хорошая очень марка. Их шампуни я бы порекомендовала тем, у кого очень жирные волосы или, например, такая вода, которая надо много средств уходовых. Они очень экономные, потому что хорошо пенятся, несмотря на такой натуральный состав. Бывает такое, что прям не вымывается воды, там нету, когда приходится прохладной водой мыть. Ну, в общем, в таких экстремальных условиях тоже очень хорошо. Это получается без аромата, без запаха. Подойдет для аллергиков, которые никакой запах не могут, ароматизаторы никакие не могут выдерживать. Ну, его тоже этот шампунь любят. Он очень экономный, хорошо вымывает волосы. И, конечно же, с таким составом тоже еще надо поискать. Здесь 237 мл в этих средствах у обоих. 100% веганский, без глютена, без парабенов, фталатов. В общем, нету такого, ничего такого, минеральных масел. Так что, если вы еще не пробовали Десерт Эссенс, шампуни и кондиционеры, то, конечно, я рекомендую. Я пробовала разные там. Вот, кстати, вот эти я не брала. Без запаха не брала и не брала малинку. Мне очень понравился лимон. Он очень хорошо очищает. Но они, в принципе, все хорошо очищают волосы. Ну, вот я брала лимон, мне очень понравился. Он и не пересушивает, но при этом очень хорошо вымывает волосы. Особенно, когда жирные волосы. Ну, вот такой насыщенный обзор у меня. Нет вообще БАДов. Многие не любят уже эти БАДы мои. Очень много у меня БАДов. Недовольны, что я так много принимаю. Ну, в общем, в этот раз нету БАДов. Один на косметика, немножко вкусняшек. Ну, такой вот у меня был обзор. Корейской косметики, натуральной косметики. Сайта iHerb. Применяйте мой купон SGS024. Он дает скидку 10% при первом заказе. И при последующих заказах тоже дает скидки на акционные товары. На дочерние бренды iHerb. Спасибо, что вы используете мой код SGS024. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. Всем здоровья. До свидания. До свидания.